Всем привет, это канал Красного Герцога, игра Kings Bounty 2 и мы продолжаем выполнять различные задания и поручения в Нострии. В прошлой серии я неизрядно налажал, сделав неправильный выбор, погнавшись за очками хаоса, анархии, выбрал помочь лагерю через бандитов и в итоге для лагеря все закончилось несколько грустно, но что делать, зато у нас теперь. Есть целых три очка хаоса, анархии, почему-то я все время хаосом хочу обозвать, блин, если бы я, наверное, выбрал правильно, мы бы получили три очка порядка, я мог бы качать уже вот эти вот штуки, получил бы 150 лидерства, которые меня, конечно, сильно все равно не спасут, но, тем не менее, да ладно, значит, я восстановил армию, у нас полностью ее сделал обратно человеческой, этих всех засунул в резерв, к сожалению, огнеметчиков я пока продвинуть не могу, потому что я получил их через свиток призыва, вот, ну, остальные у меня тут вот пока в таком количестве, нанял я магов-целительниц, точнее, да, то есть обратно, глядишь, будет немножечко повеселее, ну, и мечников взял, да, которых у меня теперь четверо, вместо волков, которые, ну, их нафиг, вот, ладно, поехали дальше, мы пришли, собственно, по заданию предателей, да, или как там, крепость Айрек, как она у нас звучит, враги среди людей, да, попасть в замок Айрек, наша задача, давайте ее и займемся. В замке Айрек не рады нежданным гостям, уходите. А если у нежданной гости будет ордер от легата королевской гвардии Горация? Гораций? Что ж, тогда я вынужден вас впустить. Вот так-то, у нас есть, понимаешь, ордер от легата королевской гвардии, а нами тут практически все ноги вытирают. Сейчас мы с ними, скорее всего, и будем выживать. Покушение удачник! Усвоили ураг? Пошел вон! Ты еще кто? Кто тебя впустил? Здесь я задаю вопросы. Ты помог организовать покушение на меня у Батильских врат. Говори, кто твой господин. Немыслимая дерзость. Мне ничего не известно о покушении. И это оскорбление, которое я так просто не спущу. Какой праведный гнев. Совсем как в придворном театре. Но по правде сказать, я тебе не верю. Эй, соратники! С каких это пор в мою родовую крепость впускают дерзких безумцев? Что смотрите? Прогнать эту погонь немедленно! А при повторной попытке ворваться в замок, убить на месте! Обвел вокруг пальца Горация, а теперь подставляешь и своих рыцарей. Как некрасиво. Может и так. Но я не сделаю и шага за пределы своего замка. А вот ты вылетишь отсюда, как подбитая собака! Вот ордер, ферро! Ты арестован! Мы давали клятву короне. Не только вам! Ой, неужели не будет боя? Как неожиданно. Платитесь! Или все-таки будет? А нет, все-таки будет! О-о-о-о! Да что ж такое началось-то, а? Арбалетчики! Помимо, собственно, лучников, есть еще и арбалетчики. Стальные болты, все дистанционные атаки игрока, отряды игнорируют 10 бронепротивника. Ой-ой-ой-ой! Диверсант! А, ну, в смысле... А, ну, лучников у него, кстати, нет зато. Ну, собственно, понятно. Так, бронебойный выстрел. Игнорирую 40 бронеброницелей. Черт! Хреновый, ребята, блин! Вот тут орлы бы не помешали. Второго уровня, кстати. 8 штук, мать твоя! 8 мечников. Марш! Да, у меня, наверное, тоже должен быть такой. Еще рыба. А вот как это он так? А вот как это он так? Разные арбалетчики, типа, да? У него, типа, разные арбалетчики. Они одеты по-разному, поэтому их можно два отряда. Блин, зашибись! Рыцари! У-у-у-у! 5 штук! И 4 духа света. Чувствую, сейчас меня натянут. Со страшной силой. Луч света, хреначить! Мать моя! Ну, ладно, что, нам не привыкать к боли. А, стопе! А это что? А это я, типа, подожди, а как? Это у меня резерв? Он выйдет за меня на поле? Или его надо будет заменять на что-либо? Старей всего выйдет за меня. Ну, давайте посмотрим. Интересно. То есть, это, типа, я все-таки немножко логики включилась у разработчиков, да? То есть, я не просто сам по себе приперся в замок. Мне дали в команду... В сопровождении отряд рыцарей, чтобы арестовать изменника, да? Да, шиш, там, где у меня рыцари? Не вижу я их в упор. Либо они появятся позже, либо не появятся здесь вообще. А, вот же рыцарь, слепой. Пардоньте. Пардоньте. Так, ну, маги-лучники здесь, это понятно. Собаки тоже. Тоже понятно. Так. Копейщики, мечники, четверо вас туда. Духи света. Духи света. Рыцари. А, кстати, я не посмотрел, сколько скоростей рыцарей. Два. Медленно ходят, да? А что в умениях? Провокация. То есть, только она по ним будет атаковать. Не уверен, что я это дело хочу. Если в отряде в два раза меньше бойцов, чем в начале боя, то всегда наносит критический урон. Идеальная защита. Плюс три бонус в броне, когда после получения урона. Ну, и зон контроля, как всегда. Так. Так. Рыцари, значит, два хода делают, да? А мечники делают три хода. Раз, два и три. А вы тоже два. Ну, вам-то ходить не надо. Вы тупо наколдуете. Арбалетчики, арбалетчики. Как бы вас исключить? Туда барла посадить. Слушайте, как бы он туда красиво сел, а? Как бы он красиво здесь сел. Заблокировал бы дистанционный атрак у обоим отрядом. И главное, никто бы сюда это не подошел бы, кроме... Ой, ёшкин кот, надо было ставить орла. Ну, если нас натянут, так и попробуем переиграть с орлами. Хотя, конечно, два орла погоды здесь не сделают. Арбалетчики тоже, ребята, не слабые. Так, ну, я думаю, что, допустим, если я пошлю собак на смерть. 273 урона, да? 273 урона, это я даже одного духа не грохну, да? А этот самый, они... Как он называется? Кровотечение у них и этот иммунитет. То есть, собак туда, в принципе, слать без толку. Блин. Мечники здесь пойдут. 273 урона. Давай-ка. Собственно, я их никуда переставить-то больше не смогу. Здесь они только за два хода дойдут. А здесь мечники прибегут. Стоять, ждать без толку. Надо идти в атаку, потому что иначе меня арбалетчики тупо разберут. Издалека. Улицелители. 84 урона. 161. Это ни о чем. Ни о чем. Даже если я их порежу, да, слабостью, допустим. Это будет всего-навсего. А еще, кстати, он тоже что-то может. Он тоже что-то может. Урон союзных отрядов. Какие-то вещи будут накладывать. Да. Какой уровень? Чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть. Не понял. Десятый. Да, рановато я, наверное, все-таки сюда приперся. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Мечники, копейщики. Тоже тупо мясо. Что мечники, что копейщики. Да все мясо, в общем-то. Все мясо. Одна надежда на магию, но как-то не очень сильная надежда. У тебя, да, уязвимость к магическому урону. Шибать по духам. А к яду, кстати, тоже иммунитет. Возвлияние и чума. Про яд ничего не сказано. То есть первым ходом, допустим, срезать атаку арбалечка. Он на два хода всего. Это тоже, блин. Как вас расставить-то получше? Ту-ды-ды-ды-ды. Давай вот так все-таки поменяю. А я не могу, что ли, имя? А, я ими не управляю. Во. То есть они будут сами по себе. Ну, это гораздо проще. Тогда сразу можно, как говорится, лапки складывать и помирать. Я еще и хожу, кстати, не первый. Я еще и хожу, не первый. Ну, ладно. Давайте посмотрим, как жестоко нас поимеют. Это будет даже забавно. Провокация. И ты провокацию включил. Отвлекать будет на себя, да? Понятно. Так. Силу света они там, блин, взяли. Ну, допустим, так, так, и вот так. На три хода. Так, собакины, ждите. Охренеть. Жестко, жестко. Сейчас всех рыцарей просто переубивают и все. А потом за меня примутся. Вот их осталось четверо. Теперь они будут херачить это самое. Жестко долбить с... С критом, господи, заговорился, извините. Так, ну а здесь выбрато немного. Только по рыцарям, ну давай. Так, оборона, ликари, тоже только туда же могут. Даже одного лица, даже одного рыцаря убить не могу, прикиньте. Да, да, да. В общем, нет. Орлы здесь ни хрена не помогут вообще. Надо будет переигрывать. Так, я могу пойти в атаку. Но не дойти, а почему? То есть три хода, я не дохожу дальше. То есть, хотите сказать, что он точно так же вот на следующем ходу ко мне только подойдет и ударить не сможет, да? Или что? А, стопе. Провокация работает. Атаковать могу только этих. Все. Понял. Работает провокация. Пока работает провокация. Хотя нет, подожди, я же... А, ну да, я по рыцарям и стрелял все. Да. Пока работает провокация, атаковать другие отряды невозможно. А сколько действует провокация? Два хода. То есть, сейчас первый ход и на следующий ход она еще будет работать. То есть, если я сейчас подойду, а следующим ходом я еще раз подойду и ударю. Давай. А давай. Раз, два, три. Копейщиков у нас сколько там ходов? Три, да? Раз, два, три. Ну, попробуем. Попробуем. Собакины. Чутка не добегают. Хотя, когда провокация кончится, это будет, конечно... Жопа! Да, я ими не управляю вообще. Он их еще и накачивает. Он их еще и накачивает. Угу. Так. Ну, тогда... Ну, давай тогда их еще потравим, что ли. Раз я пока могу только по ним, то как бы максимизируем тогда урон. Собачек на смерть. Ой, надо было ковотечение поставить. Ой, я лошара! Ой, я лошара. Ну, ладно. В смысле? А! Так. Ребятки дернулись, попытались отойти. Ага. И были покусаны. Все! Кончилась провокация. А че за нахрен? Она же должна еще хоть действовать. Блинский блин. Ну, лучников мне убрали просто сразу. Так. Лекарь не лечить никого, только собачек, да, если? Ну, там лечить особо нечего. Как-то оно странно. Слишком быстро оно перестало работать. По-моему... На мой взгляд, еще ход должно было действовать, но... Видимо, я че-то неправильно рассчитал. 361 крит нанес. Один мечник остался. Смешно. Очень смешно. Ну, а эти тут тоже толком ни хрена и не сделают. Ну, рыцари я, конечно, убил. Это круто, но... Немножко маловато. Вообще, третий раунд, да. Ну, да, на третий раунд должно было только... По моим, как бы, ожиданиям. Но... Что-то пошло не так. Эти тут же стоят столбом. Ну, хоть пойти и, наконец-то, пошли. Интересно, лечить я их могу? Так. Так. Собакины магия. А сейчас проверим как раз. Вообще, в принципе. Вообще могу. Только надо ли мне это? Собак точно нет. Или жахнуть все-таки еще? Ядовитого черепа. Так, подожди. Вот так вот, посмотрите. Так. 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 Или вообще вот так, да? Ну, давай, не, давай сюда. Будем жарить ядовитым черепом. Хотя, конечно, урон минимальный. Так, кровотечение, пожалуйста. Так, кровотечение, пожалуйста. Хотя бы сейчас. Восемьдесят... А, 78. Лады. Так, переходить нельзя. Стоим. Ну, этих, да. Выкосит сейчас в момент. Хоть немножко их отвлекли, а потом со мной, конечно, разберутся очень быстро. И это, конечно, да. Мне очень-очень-очень-очень-очень рано сюда идти. А это значит, что сейчас мы пойдем делать сайт-квеста. Все. Рыцари убрали. Как ни хрен делать. Как будто их тут и не было. Са, еще живой. Но он сгорел от яда. Хорошо. Так. Ну, еще раз сюда. Жаль, травление не суммируется. Хотя, опять же, как говорится, толку от этого никакого. Ну, вот как. Они мне 141, а я им 41. Но... Как так можно? Прекрасно. Прекрасно. Ну, лекарь, лекарь, конечно, это не об чем. Ладно, давайте смотрим, как нас избивают. Ну, в принципе, тогда для ускорения процесса. Что, вы мне предлагаете еще? А, у меня выжил? Господи. Ну, если ненадолго. Один залп. И почти всех монашек поубивал, к чертой матери. Ну, а теперь и всех поубивало. Да, да. Жестко меня поимели. Хорошо. Ладно. Значит, пойдем тогда сейчас выполнять сайт квесты. Качаться. Блин. Я надеюсь, будет на ком. Будет на ком прокачаться. Выкинула у нас обратно. Загрузимся. Опять же, жаль, что никак не посмотреть заранее, да? Кто и там, чего и как. Ладно, давайте смотреть, что у нас по квестам. Катастрофа. Семена предательства. Допросить Тита. Да, я думаю, уж с ним такая же хрень будет. Нужно найти Тита, да передобразить. Так. Давайте сайт квесты. Банда у старой заставы все еще. Или нет? Это другая банда. Секрет Цандера. Войны заброшенной катакомбы. Или пойти катакомбы поискать. 300 опыта. Акведук, счастье, Марлин, это все там. Давайте, наверное, все-таки я хоть не собирался, но давайте сходим, поищем катакомбы. Только немножко непонятно, как их искать. По реке надо будет спуститься, что ли? Куды за ними идти? Давайте пойдем просто по указателю, наверное. А, вот здесь дорожка есть. Да, не ожидал, я не ожидал такой жестия. Здесь никаких, ничего, приятностей нет. Даже странно. Даже странно. Ну, тем веселее. Все-таки не все так просто в этой игре. Так, а тут вот вам еще загадка, да? Как пересечь реку? Ммм. Вот это номер. И че? И зачем я здесь? А как мне перейти на ту сторону? Вообще, как-то можно за лагерем, да? За этим. А там вообще есть выход-то? Я что-то не помню даже. Сейчас, давайте посмотрим. Сейчас я сбегаю туда, посмотрю. Если есть, то пойдем. Да, есть здесь верхние поля, указатель. И, собственно, есть тут и проход. Собственно, если мне память не изменяет, как раз про верхние поля там и упоминалось. Ой-ой-ой. А здесь тоже кто-то нас стражит. Ну что ж, снова бой. Опять какая-то птица. Какие-то звери. Ну что ж, чем больше боев, тем лучше, правильно? Я же сам этого хотел. Давайте разбираться. Кто тут у нас? Волки, медведь, волки и орлы. Орлы? Там вроде не орлы были, да? Или нет? Подожди. А я их не нанял. А, нет, нанял. Подожди. А, нет, нет. Идите. Орлы. Подожди, а почему они, по-моему... А, нет, так же выглядит. Пардон. Три орла, медведь. Ну, волки и медведи, это так себе. А вот три орла надо будет держать в голове. Но пока выглядит, в общем-то, все достаточно реально. Мишка, Мишка, где твоя сберкнижка? Мишка у нас один. Так. Так. И вот так, наверное. Да? Копейщики, мечники. Ну, как-то да. Все время просто щелкаю. Надо зажимать, а я просто щелкаю. Так. Вороны полетели на юг. И огребли, кстати, больше, чем получили. Но зато второй раз ударили. Блин. Оставьте моих песиков. Песиков моих не трожьте? Так, 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 так. Чтобы с вами сделать такого. А мы, собственно, вас будем травить, да? 72-102. Огненный луч больше. Да, правильно. Уже вот уже этот. Ущерба это. Дам-дам-дам. Как вам? Или нет? Да. Уязвимость к огню. Уязвимость к огню. Гори-гори. Ясно. Чтобы не погасло. На тебе еще кровотечение. Нормально. Нормально. Этот бой мне нравится. Этот бой, в отличие от предыдущего, заходит хорошо. Так, единственное, да, я тут, собственно, ни по кому попасть. Наверное, нет, могу по медведю. Или тебя снести к чертовой бабушке. Снести тебя к чертовой бабушке. Сколько у медведя скорость? Два. Раз. Два. Идти будет долго. Давайте. Прибьем эту пернатую тварь. Так. Подлечить собачек? Ну, давай подлечим. Ну, они лечат только этих. То есть, три убили, они все. Их там не лечить надо, их воскрешать надо. Воскрешения здесь, наверное, нет вообще. А стрелять ты ни по кому тоже не можешь. Вообще ни по кому. Ну, тут тогда делать-то нечего-чего. Лечим пса. Хотя можно было подождать, потому что волков надо идти убивать вперед. Раз, два, три. Раз, два, три. Да. И подлечить кого-нибудь другого. Мечников, например. Но, ладно. Вот, 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 вот это я понимаю. Я наношу больше урона, чем получаю. Это на мой взгляд вообще нормально, когда атакующий наносит больше урона, чем защищающийся. Кроме того, в случае, когда атакует меня. Все, закололи, нет, ушла собака. Собака ушла. Можно куснуть медведя в жопу, но я не буду. Я немножко подожду. Опять же, лучники никуда не попадают. Но можно встать вот сюда. Или вот сюда. Давай лучше вот сюда. И стрельнем отсюда. В мишку. Вот. Так. Так. И вот здесь как раз все очевидно. Лечим Мечника. Ему это надо. 67. Потому что сейчас он еще с медведями встретится. Ой. 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 А волки-то еще тут сурово. Давай медведя жарить. Давай жарить медведя. Так. Еще, блин, много у них тут. И отойти не отойдешь. Ну, давай, давать, нету на. Хотя уже, конечно, урон уже не тот. Ну, а тут добиваем. Тут все просто. Затыкали. Терем-пем-пем. Здесь получим атаку. Если просто сюда встанем. Давай просто сюда встанем. Горишь, мишка. Гори. А он лечится. Ой, он еще лечится. Не убивайте мне Мечников совсем. Окончательно. Вот. Теперь я могу сожрать волков. Нет. Он выжил. Собака. Убили Мечников все-таки. Зараза. Опять теперь идти, понимаешь, восстанавливать это все. А-а-а. Ну, ладно, тогда. Раз все равно восстанавливаться перед назад, то что уж тут. Что уж тут беречь. Все равно придется перепроходить это все. Ну, не в смысле перепроходить бои. Нет, это я, конечно, делать не буду. Я к тому, что придется туда-сюда мотыляться опять. До рекрутера. Раз, два. Ну, ты дойдешь, конечно. Но вот вопрос. Рискнуть, не рискнуть? Кого он будет бить? Если так оставить, он будет бить собак точно. Если подойти сюда, встать, то он может выбирать. Выбирать будет, кого бить. Но мне все равно... Ой, ой, какая разница. 208 лечение. Слушайте, какой суровый медведь-то, а? Он очень лихо отхиливается. Потный. Это не тот унылый оборотень, который был в начале игры. Это что-то гораздо более противное. Но я тебе все равно забодал. Все. Давай, давай, давай. И мы получили уровень. Повысили, наконец-то, и получили шкуру медведя. Целых 90 монет можем заработать. Офигеть. Два отряда мне убили. Придется идти их пополнять. Хорошо, тогда сейчас я по-быстрому сбегаю, а не на записи, и восполню потери. А хотя нет, стоп. Сначала давайте мы займемся прокачкой. Да, я совсем забыл. Я же получил... Кстати, что за кольцо Брандта? Кольцо Гордиана. Лидерство плюс 50. Боевой дух плюс 1. Что-то я даже не помню, когда их получил. Еще у меня здесь ошейник. Лидерство минус 100. Броня плюс сопротивление... Точнее, броня и сопротивление по плюс 3. Ну, блин, лидерство минус 100 мне вот, ну, никак. Поэтому его тоже мы продадим. Кожаная ошейника. А вот это прям интересно стоит. Инициатива Бандита. Золотое обручальное... А, ну да. А это что? Кольцо Гордиана. Откуда оно меняет? Честно, не помню. Блин, ну... Ну, ладно. Есть, значит, есть. Да, я могу еще... Еще могу пополнить отряды. Ну-ка. Ассасины. Нет, ассасины пока все еще 2. Орла тоже все еще 2. И этих тоже еще 2. Ну, может скелет? Нет, скелет все еще 5. Скелеты все еще 5. Этих тоже все еще 2. Петелька. Ну, ладно. Значит, этих не надо тогда повышать. Да, смотрим. 4 очка у меня. 4 очка. Ух ты же, ешкин кот. Который некуда вкладывать. Ну, точнее, как некуда. Магию. Магию. Можно следующий уровень взять. И еще прокачать. Да? Заклятие. Либо баланс. Ну, вот, честно, вот это вот пока я не хочу трогать. Мне пока в этом нет никакой надобности. Сопротивление. Опыт. Урон на 5 за каждого раненого. Награда увеличивается. Награда в тайниках. Магия. Остается магия. Воздух и огонь. Жизнь и света. Да? Хотя, лечилка. Нет. Вот это вот. В принципе, я могу оба уровня прокачать. Да? До второго уровня. Давайте. Давайте. Не совсем, может быть, и правильно сделал. Надо было, наверное... Ой, 100. Вот, что мне надо. Да. 4 глиняные големы. Вот это обязательно надо. И огненный луч тоже обязательно. Это все обязательно. Соточка у меня осталось. А вот лечение восстанавливает 92-115. Ну, давай тоже лучше. Осталась каменная кожа только, да? Которая на несколько отрядов может. 25 брони. Хорошо. Будем иметь в виду. Ладно. Тогда пошел я, в общем-то, восстанавливать отряды. Так. Ну, что? Я пополнил армию обратно. 94 монеты у меня осталось. Одного мага мне не хватило денег нанять. Восполнить, да? То есть у нас... Ну, точнее как. Я же получил возможность плюс один сделать, да? Но, увы, остается 77 из 8. При том, что я продал пояс, но все равно как-то никак. Так. Давайте продолжим наше путешествие. Поиск катакомб. Входа в катакомбы. И посмотрим заодно, что у нас тут есть. Драконий монумент. Который дал что? Опять же. Вот ничего не понятно. Ага. Он мне лидерство увеличил. И еще больше. Что ж. Я не против. Совсем не против. Но пока... Мне тупо не на что нанимать народ. И маны почти не осталось. Ну, на бой-то хватит. А вот дальше... Нужен колодец. Нужен колодец. Потому что вот эти вот сборы... Это все, конечно, ни о чем. Так. Наверх залезть. Как-то тут все. Ладно, пойдем. Потом и так это, да. Я долго могу бродить по всем этим кустам. В поисках чего-нибудь вкусненького. Хотя, ну, мне, конечно, сейчас нужно, но... Ой, как-то их странно слезло. Беда в том, что вот эта вот вся дребедень, она много-то не стоит. Вот. Все равно копеечная. Разнообразие ради, конечно, она выглядит ничего, но... Не то, не то. Вот они входы. Вход в катакомбы, да. Как раз, считай, добрались. И наверняка там тоже будет весело. Пойдем посмотрим. Что у нас тут? О-о-о-о! Привидение с мотором. Давайте сохранимся. Уходи. Че это? Уходи. Логрос. В лаборатории тебя ждет смерть. Да неужели? Кто ты, мертвец? Мое имя Логрос. Столетиями я жду живого человека. Того, кто решится со мной заговорить. И что ты тут делаешь эти несколько столетий? Ха-ха-ха-ха. Отпугиваю нежелательных гостей. Выполняю волю. Архимага. Но вы не убежали и заговорили со мной. Добро пожаловать. Я буду вашим проводником. Вергилий, блин. Так. И чего? Заброшено. Найти вход. А где обновлено-то? Я уже нашел вход. Где обновлено? Задание. Очередная кукла. А нет, это из другой. Извините. Я с другой игрой перепутал. Так. А и что? Ага. Статуи надо развернуть. Как же развернуть статуи? Как же это сделать? А? Наверное, надо их поставить как вот там, напротив. Да? Вот так вот. Работает, работает. Да, ой, ты поглянь. Ну надо же. Суперсложная загадка. Ну пошли. Пошли. В заброшенные катакомбы. Как бы тут это все так. Ну ладно. Что-нибудь придумаем. Так. А как вон туда пройти? К сундучку. Ой, сколько тут скелетиков. Кистень. Кистень, точнее. Ты как всегда был прав. Мы наткнулись тут на такое. Ух, сейчас по-быстрому напишу. Значит, прошли мы мимо призрака. Жуткий он страх. Но сгодились те цадки, помнишь? Которые мы с одного колдуна доходяги на южной дороге сняли. Так вот, слушай дальше. Долго бродили мы по залам разным. Вдруг смотрим, проход заваленный. Пришлось долго его кирками долбить. Но мы справились, дыру проделали. И главное, там камни такие, будто... Как будто жидкие они текли, а потом застыгвали. Во, мне косой подсказывает, что это лавой называется. О как. Умный он больно. Не зря ему еще в юности по глазам съездили. Ну ладно, значит, продолбили мы проход, входим в зал, а там закуток такой. И в нем бутыли рядами стоят, а в них жижа плещется. Часть бутылей разбита, сухие, но мы три целые штуки оттуда достали. Правда, одну разбили случайно, пока тащили через завал. Ну, да ничего, внутри что-то типа кваса, который корой дуба тянет. Значит, я косому Жанну велю их тебе доставить, а сам с Фредом и Кочергой дальше пойду. Кислень, если читаешь эту записку, значит, косой уже у тебя. Вот вы только без нас все не выпивайте, пожалуйста, счастливчик. Так, ну, эти два точно не счастливчики. Бесконечная фляга воды. Это тоже предмет на продажу? Да, я бы себе оставил. Сии чертоги выдолблены в горе по велению короля Максимуса для особых таинств магии. Три долгих года грызли каменные тверд люди-рабочие, магами-учеными-направляемые. Много трудностей выпало на долю бригад мастеровых. Два раза своды подземные обрушивались на мужей смелых, будто сама глубина земная бросала вызов дерзким ее покорителям. Но великий архитектор Григориус направил силы людские, магии созидательные, наполненные в русло правильное. И построены были чертоги и озарены идеями мудрыми, на труд и подвиг вдохновляющими. Да. Именно так. Опа. Руна. Развеять руну Югор. И чё? И просто открывается проход. Ну, это неинтересно. Ну да ладно, шлем ветерана. Одеть можно одеть, но я, наверное, не буду. Здоровье плюс один. Хотя буду. Черт с ним, с внешним видом. Но плюс две брони, точнее плюс одна броня и две здоровья, это все-таки. Вот вы и под сводами лаборатории, где трудились величайшие из магов короля Максимуса. Эти своды простояли целую эпоху. Впечатляет. И что здесь изучали? Многое. Секреты мироздания, границы живого и неживого, тайны материи и логосов. Но в первую очередь, невероятных существ, что зовутся химерами. Химеры. Я читала об этих чудовищах. Они на свободе? Нет. Самые опасные живучие экземпляры заперты в, скажем так, отдельной реальности. Они не выйдут наружу. Если желаете, я сделаю вам свиток призыва химер. Но сперва вы должны помочь мне. Интересное предложение. И какая помощь тебе требуется? Архимаг отнял мое сердце. Лишил меня свободы. Лишил меня чувств. С тех пор я прикован к этим катакомбам. Ни живой, ни мертвый. Я не могу их покинуть. Ищите покои Архимага. Лестница к ним справа, за этой дверью. Слушайте, призыв химеры, это хорошо. Это душевно. Так, а там у нас как раз что-то рунами-то и запечатано. Чудненько, чудненько. Мася Виалия. Тоже какая-то торговая дребедень. Так, колесо. Ага. Нужная вещь. В хозяйстве пригодится, да. Продолжим. А, это ты типа через воду пройти не можешь, что ли? Вот это да. Вот это преграда всех преград. Здесь ничего. Здесь что-то есть. Цвиток. Истину говорю. Навидис от улоги рожденный. Кровь и плоть его. Презренный он и помыслы его презренны. Создал он в подземельях острог для проклятых, чтобы всех хворю колдовской заморить, а самому в роскоши королевской купаться. Чтоб скрючило его, будто бересту на огне. Чтоб пупыри на его могли ли прессали. Чтоб не слышать там лая его островенелого. Долой навидиса. И дела его долой. Какой-то доброход. Древнее сказание. Совершение омовения обязательно для посещения внутренних палат лаборатории. Для подачи воды не регулируйте вентили самостоятельно. Обратитесь к послушнику. Понятно. Ну я так понимаю, что нам надо пройти дальше. Найти третий, точнее четвертый, это вот вентиль и закрутить и его. И тогда мы совершим омовение. Правильно я говорю? Я более чем уверен, что правильно. А вот и вентиль. Я не называю тебя по имени, но ты, думаю, понимаешь, кто тебе пишет. Семерых змеи и крылов забраковали и хотят скормить другим тварям. Я могу записать скрижаль, что так и вышло, а ты заберешь их в чудесный рощик, где и обычно. Деньги оставь там же. И смотри, чтобы тебя не застукали, как в прошлый раз, когда тебе пришлось в спешности проглотить икру шести хвоста. Ладно, ладно, не сердись, я любя. В общем, удачи. Товарищам с далекого континента горячий привет. Нет, контрабанда вечная, как мир. Нужная вещь. Все. Здесь мы уже тупо никуда не проходим. Да, все очень-очень просто в плане загадок здесь. И это, видимо, так и останется до конца игры. Ну, на самом деле, наверное, хорошо. Все-таки это не квест. Работает. Работает, работает. Ага, бассейн наполнился. Пойдем нырнем, что ли. Раз требуется совершить омовение. Поплескаемся немножко и пойдем дальше. Где у нас тут? Оп, сундучок. Неужели будет? Не будет. Должен быть бой здесь. Прямо обязан таки. Получен свиток беззащитность. Запись в присутствующую скрижаль 42-12. Работа над новыми образцами погремушечника закончена. Рассада готова. Коэффициент роста полтора процента. Однако я столкнулась с извечной проблемой. Ключ от чудесной рощи постоянно опечатан. И чтобы его взять, необходимо отмечаться у хранителя ключей. Я уже выносила этот вопрос на общий совет. Я не понимаю, почему ботанический отдел должен все время подавать хранителю, лично заявку на пользование рощей. От него я тоже не получил внятного ответа. Давайте хранить ключ от чудесной рощи в общедоступном месте. Или вообще перестанем закрывать ее. Младшая волшебница Киншасса. Киншасса. Вообще город есть такой Киншасса. Столица чего-то там в Африке. Я уже забыл, к сожалению, чего именно. Так, а туда как пройти? Не понял. Я туда хочу. А мне туда надо. А что за призвол? А почему меня туда не пускают? Так, тут какие-то ворота. Это потом. А, понятно. Все опять очень сложно. Запись производственной скрижали 96-2. Понимаю, что архимагу это не понравится, но, увы, мои расчеты неумолимо показывают, что воздействие эссенции на персонал неизбежно. И уже сейчас многие жалуются на изменения, которые происходят с их телами. Если так продолжится и дальше, то нас ждут серьезные проблемы. Логрос уже отчитал меня за то, что я лезу не в свое дело, но я давал клятву ордену королевских магов говорить только правду. Младший волшебник Эжан. Эжан, мы будем тебя помнить. Ключ от Чащи. Мы пойдем в Чащу. Накидка убийцы. Вот это интересно. Военное дело 2. Урон 4%. Крит плюс 2. Ага. Ага. Ну, пока подождем. Пока я не буду ничего с ним делать. Посмотрим, подумаем и решим. А это значит у нас роща, да? Подожди, а где же там этот покой Архимага? А, налезть по лестнице наверх. Во, точно. Пойдем в покой Архимага. Сначала сходим, поищем сердце этого Логриса. Или как его там? Где-то они тут должны быть. Вот он тут стоит. Понимаешь, в ожидании нас. Ледяной луч. Хорошо. Есть что поучить? Так маны нет на изучение. О, подожди, а что за фокусирующий кристалл? Просто тоже предмет для продажи. Так. Давай тогда сначала сюда. Сундучком. А потом послушаем советов мудреца. Вот дверь покоев Архимага. Архимаг запер дверь рунным замком. Я не могу сказать, как ее открыть. Табличка с подсказкой должна быть где-то рядом. Ха. Я думал, мне тут сейчас советы начнет давать. А он советы не дает. Так, а как нажимать-то только вставанием? А если я, извините, не это. Вот туда, допустим, надо. Я ж туда не пройду. Или мне надо как? Да, я встаю, и она включается. А я неправильно могу и другие варианты придумать. Я понимаю, что можно и другие. Да, он сразу сбрасывает. А если так? Нет. По диагонали он не ходит. Вот ведь, зараза. А, только я понимаю, что тут. Только я тут, понимаешь, высказался на тему загадок. Так они решили завернуть. Так они решили завернуть. Эти все остальные руны на другом ряду. Неужели наугад придется? Табличка с подсказкой должна быть где-то рядом. А где должна быть табличка с подсказкой? Я вижу только вот эту вот хренмундию там на той стороне. Вот так. Подожди, это какая у нас? Вот такая. Но все равно, что с... Так, хорошо. Ладно, допустим, тогда вот так. Правильно. И... Такой нету. Зато есть вот такая. Есть вот такая. Есть... Красивая завитуха. А, есть вот такая. Ай! Я могу и другие. Не ту тыкну. Ладно. Вот, да ёп. Что ж, начну сначала. Пардоньте. За тупизну. Вот так. Могли бы их посложнее придумать. Да. Ну, на самом деле, это, конечно, уже лучше, чем было, но... Да. Мана, сапоги убийцы. Каменная кожа. Логрос, позвольте достучаться хотя бы до вас. То, что происходит, это отложенная катастрофа. Вы видели, что стало с тараканами, мухами и ботыльками, и во что они все превратились? Насекомые подвержены воздействию токсического флюида гораздо быстрее, нежели сложные существа из плоти. И на их примере мы видим, сколь опасна та субстанция, с которой мы работаем. Я, конечно, не сомневаюсь в гении архимага и в тех эльфийских текстах, что он изучал, но вы ведь помните ошибку с их расшифровкой? Мы тогда не учили скромную запись на полях старого манускрипта. А ведь это был лишь мелкий комментарий, только благодаря вниманию Ауреи и обнаруженный. А что, если мы еще чего-нибудь не учли? Подумайте, руководитель изысканий. Ну, в общем, короче, доигрались они, я так понимаю, до полного трындеца. Ваше Величество, достопочтенный владыка Максимус, смею донести до вашего сведения, что обстановка в катакомбах сложная. Маги пребывают в душевном смятении, корни которой исходят из страха перед той эссенцией творения, с которой мы работаем. Я, конечно, приложил все усилия для того, чтобы эссенция оставалась абсолютно безопасной в работе. Но отдельные спутианы распространяют слухи о ее якобы вредном воздействии на человека. Но это полная чушь. Эссенция творения происходит от жизни и света, и совершенно безвредна. Я принимаю во все меры для того, чтобы в вашем войске в самом ближайшем будущем стояло не менее тысячи боевых химер, не чувствующих ни боли, ни усталости. Архимагд навидится. Работы ведутся, давайте больше денег, все зашибись, ну и все такое прочее. Так, а как туда? Так, так, так. Ага, книжечку. Книжечку надо дернуть за книжечку. Его нет. Сердце там. Ты надеялся встретить здесь на Витесе? Нет, дура. Больше некуда. Сад запирался на ключ, который хранился у старшего распорядителя. Найдите этот ключ. Он где-то в библиотеке. Уже нашел, нам. Это он. Отправимся в сад, скорее. В сад все? В сад. Откроем что? А что это мы открыли? Я думал, это мы как-то вон туда пройдем. Какую дверь? А, здесь что-то открылось. Неплохо придумано. Вышел, отдохнул от темноты и тесноты. А это вот тот самый сад, да? В котором мы, наверное, будем тусить. Подожди, а как же туда? Туда откуда-то он там проход, да? Ладно. Давайте мы тогда займемся садом уже в следующей серии. Получается у нас только, в общем-то, один бой опять. Ну, два, хорошо. Полтора. Один бой и одно избиение младенца. И одно всего задание, и то до конца не выполненное. Но, что ж, поделать, игрушка не быстрая. Времени уже много. Поэтому в следующей серии мы продолжим. Пойдем все в сад. Мы там будем слушать и петь. А эта серия все. Если она вам понравилась, ставьте лайк. Если не понравилась, ставьте дизлайк. Оставляйте свои комментарии. Пишите впечатления об игре, о моем канале, о моем прохождении. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Также подписывайтесь на группу ВКонтакте. Ссылочки есть в описании. Ну, и не забывайте жать на колокольчик, дабы не пропустить выход новых серий. А у меня на этом на сегодня все. Всем спасибо и пока.